Люди, а чем вы занимались тогда? Что это у вас за генеральная программа, которая оказывается вообще не в курсе дела, что она программа? То есть дорог у нас не будет, а что у нас будет? Что благодаря правительству? 200 тысяч закрытых рабочих мест, клевета на правительство. Уничтожение гривны, уничтожение экономической ситуации в стране, клевета на правительство. Они нам что говорят? Все в порядке, мы процветаем, живем. Дорогие друзья, хочу задать один простой вопрос нашему правительству, который говорит, что мы живем лучше. Но хочу задать один единственный вопрос тем, кто говорит, что у нас все процветает. Что вы курите? И меняйте, наверное, то, что вы курите, потому что вы не видите реального мира. Вы вообще с ума посходили. Выйдите на базар, и вы все поймете. Поехали. Звоночник у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Донецкая Народная Республика, город Донецк. Слухаю вас. Я хочу сказать следующее. Очень жалко, что Украина за три года не смогла понять одного, что народ Донбасса – это великий и непобедимый народ. И хочу, чтобы вы все запомнили, что если у нас нечем будет отстреливаться, будем руками голыми разрывать. Спасибо. Хорошая радость. Ну, мы запомнили, во-первых. Во-вторых, вы знаете, вы зря делите нашу Украину на наших и ваших. Не мы ее делили, не мы это вытворяли. И я вам скажу, что ваша позиция такая же неконструктивная, как и многие другие. Что нам делать? Рвать друг друга руками-ногами? Нам мириться надо каким-то образом. Ну, слушайте, ну, столетняя война закончилась. Ну, сколько, ну, что мы можем... Да, много крови, много несчастья, много злобы. Ну, и что? Это повод всю жизнь убивать друг друга и ненавидеть. Ну, на ненависти ничего не построишь. На ненависти можно построить только братскую могилу. И я понимаю, что одни считают, что правы одни, вторые другие, третьи вообще ничего не считают. И что от этого меняется? Ну, что? Что мы дадим стране на вашей ненависти? Ничего. Поэтому, знаете, я тоже многое не люблю и знаю правду, и знаю, как это все происходило. И тем не менее, надо утереться и строить мир, иначе мы пропадем. Вы знаете, вот Гончаренко это очень интересный тип для нашего разговора. Я помню, как он бегал за Януковичем, обернутый в Георгиевскую ленточку по Одессе все время. И все время более ярого, так сказать, приверженца такого гвардейского знамени не было. Сейчас он перекрасился. И он вот типичный для нас человек. Я любого возьмите, вот тут вчера у вас, я забыл, как он тут припирался, этот народный депутат. Курячий, Курячий, да? Тоже вот смотрите, замечательный человек, прямой, за ББП, насмерть. Я посмотрел его, то он в бьюти, то в Демпартии, то... Понимаете, вот эти мимикрирующие, значит, из партии в партии, лишь бы по-любому им держаться в парламенте. Юлия Владимировна недавно выступила, сказала, я каюсь перед народом за то, что взяла Яценюка, Турчинова. Юлия Владимировна, не только, не только, вот Курячий и все другие, там всякие, эти, смотрящие по регионам, тоже, к сожалению, ваши. Поэтому давайте покаемся за них всех сразу, которые у вас раньше были. Сейчас у них другая позиция, но факт остается фактом. По Германии еще все проще. Дорогие друзья, смотрите, какая последовательная и умная у нас позиция. Мы дружим только с Соединенными Штатами. Мы дружим только с Клинтон, Трамп не годится, все не годятся. Оп, проиграли, выиграл Трамп. Что делать? За голову взялись, побежали. Во Франции побеждает Мари Ли Пен, или Макрон, или Фион. Все три пророссийские кандидата, антинастроенные украинские. Все в порядке, давайте им закроем въезд. Кстати, не пойму, что они Трампу не закрыли. В Германии единственная страна, которая является реальным оплотом нашей страны, кроме Польши. Польша два дня назад сказала Качинске, что, дорогие друзья, вы с Бандера в Европу не войдете. Это не я сказал, это Качинский, президент Польши, с ним ругайтесь. Но он сказал это, а вы что? Вы не знали этого раньше? Что теперь будем делать? Будем убирать везде, закрашивать Бандеру или пойдем в Азию? Что будем делать, ребят? То же самое с Германией. Германия стратегический последний союзник. Вы должны лелеять и холить, если вы хотите. А вы ругаете посла и начинаете это делать. Правильно? Давайте теперь пошлем эту Германию, Францию, Германию. И с меня мы вместе пойдем в наше светлое будущее. Знаете, это мне напоминает какое-то потрясающее вот такое, представьте себе, село. Приходит, говорит девчины, говорит, сватаюсь до тебе. Она говорит, ты мне не нравишься. Я не хочу на тебя. Она уходит. На следующее утро опять приходит. Она говорит, да я же тебе уже сказала. И так вот ходит, ходит. Прошло два года, она уже вышла замуж. Он опять приходит, говорит, я хочу. Слушайте, НАТО сказала 15 раз. Ну неужели это не слышат вот эти люди? Что речь не может идти о вступлении Украины в НАТО. Вообще просто не идет. Дальше. Поменялась ситуация. Заявление вот этого главы НАТО. Он сказал, мы не видим от России угрозы 4 дня назад. Вы сами хоть понимаете, что ситуация изменилась? Нет. Знаете, они стали заложниками собственной негибкости. И вот такого, знаете, все не умеют. Вот у нас вот это, вот это. Не работает это уже на Западе. Просто не работает. Но они продолжают это вести. И дальше. Что это нам дает? Что происходит? Нами управляют. Вот смотрите. Депутаты. Вот у вас перед этим был сюжет об АТБ. Депутаты Верховной Рады Украины идут жаловаться в американское посольство на предприятие на территории Украины. Ну, что это такое, люди. Она приглашали всяких к нам этих друзей вот этих европейских, чтобы нам помочь. Сегодня конфликт сплошной в этой власти, которая едина. Только что читаю. Министр финансов сказал, что Насиров, глава налоговой, его надо проверять там полиции, куда он поехал. То есть получается, что Минфин и налоговая враги. Дальше. Выступает министр инфраструктуры Амельян и говорит, что вот этот рокер, который приехал к нам на мотоцикле железной дороги делать, вообще не работает и разрушает систему. Человек, кстати, задал очень разумный вопрос, который я повторю. Куда делись 4 миллиарда, которые скопились в железной дороге от дорожания билетов предыдущих? Они сейчас уже хотят, он придумал опять поднять цены. Вот это все, что происходит. Какое НАТО? Я вам сказал бы, на какую букву вас примут. Поэтому надо строить сильную Украину у себя в стране. К сожалению, если мы опять хотим наши украинские проблемы решить в международных судах, то мы глубоко заблуждаемся. Международные суды влезают сюда, когда нарушаются какие-то основные базисные права. Например, Международный суд признал Януковича по иску с нашей стороны невиновных и заставил Украину заплатить ему деньги. Это что вы знали. Международный суд, который осмотрел дело Портнова, признал его невиновным и заставил, а Генеральную прокуратуру признал подделывание различных бумаг. Вот это Верховный суд по конкретному эпизоду. По нашему, от того, что мы избрали с вами не тех, они нам не помогут. Они нам выпишут лекарства от головы, потому что они спросят, а вы уже кого выбрали в руководство вашей страны? Они уже были в вашей власти? Мы скажем, да. Давно были? Вы сказали, лет 25. Они сказали, давай психиатрическую клинику. Дорогие соотечественники, можно я вам скажу одну трагическую вещь, которую сегодня с утра уже озвучивали в Верховной Раде? В нашей стране, по данным международных организаций, за час сегодня умирает 85 человек. И примерно около 2000 в сутки. Ни на одной войне, ни на одной, я не знаю, какой-то катаклизме природном, ни на Чернобыле, ни на чем мы не потеряли такое количество людей, как сейчас, в мирное, процветающее, лучшее в нашей стране время. Вот этот министр, который исполняет обязанности, я уже говорил, еще раз вам повторю, ее действия, убрала со скорой помощи специалистов, нас лечить не надо. Больные онкологические, больные сердечно-сосудочные заболевания исчезли, и вообще их не надо лечить. Закрылся институт последний, который лечил туберкулез в нашей стране. И все говорят, все в порядке, все хорошо, она отличная, и у нас руководитель, реформа на ходу. Какая реформа? Реформа уничтожения по 2000 украинцев в день? Это что, такая задача у нее стоит? Люди, да выходили на Майдан за то, что детей побили кейками, да? А сейчас убивают в день 2000 человек, и порядок, полный порядок, и поем в конце песни. А что мы поем? Слава какой Украине вы провозглашаете? Бедной, я не знаю, полностью обворованной, в которой умирают люди. Одно государство в мире имеет худший результат, это Лисота, где средняя продолжительность жизни 37 лет. До зрадации добылась вычего. И кто это сделал, скажите меня? Кто это сотворил? Вот этот супрун, который нам прислали, что она не может разговаривать спокойно, затравила всех специалистов. В Белоруссию, в Литву уезжают эти люди. Что это? Что это? Нас лечить не надо, и мы будем терпеть это все. Люди, если мы это будем терпеть, тогда мы рабы, и мы достойны того, чтобы над нами были какие-то паны. Но пока как-то, слава богу, это в Украине ни у кого не получалось. Я думаю, что не так все будет просто. Уничтожение медицины, я считаю, это запланированная террористический акт против Украины. Ну, я не знаю, сколько мы с вами слышали про безвиз, который будет с утра. Я не хотелось бы быть таким, знаете, пессимистом, но я боюсь, что мы его долго будем получать, потому что мы не выполнили самого главного требования, которое перед нами стоит. Мы не перестали красть. Не можем просто. Знаете, говорят, что правительству говорят, слушай, ну уже все в порядке, выполнено 104 пункта, но вот красть надо перестать. Они вот так вот говорят, ну вот это вот как-то сложно. Конечно, сложно им. Вообще, еще одно мы не выполнили. Грузии дали безвиз после того, как они выслали из страны Саакашвили. Вы обратили внимание? Он какое-то приносит стране несчастье. Пока он был там, там были народные волнения, бунты, всякие плохие вещи, и не было безвиза. Выслали Саакашвили, полный порядок. Смотрите, я не уверен, что это поможет, но попробовать-то стоит. Попробовать. Может, это хоть как-то других вариантов я не вижу. А во-вторых, я хочу что вам еще сказать. Я уже говорил это, просто повторюсь. Нельзя поднимать престиж своей страны, оголяя задницу своему народу. Поэтому, когда вы обкрали весь народ, когда у людям нечего жрать и пить, когда никто из них не знает, как прожить, ваш безвизовый режим нужен только 50 людям в этой стране, так у них и так стоят иностранные визы или паспорта. Поэтому кто поедет? Бабушки, дедушки сейчас ринутся в Париж ездить. Вы создайте сначала такую систему, где все люди на пенсии в Европе путешествуют на свою пенсию. А у нас на пенсию прожить нельзя. Все люди, которые проработали в Европе, получают свою пенсию, они в состоянии прокормить себя, еще накормить внуков детей, и после этого слетать в Лувр. А у нас, если себя один раз покормишь, если к тебе внуки придут, ты целый месяц должен лапу сосать. Поэтому вы сделаете сначала жизнь нормальную в стране, а потом вы вашим визитом, знаете, безвизом развлекаться. Нет у вас безвиза и не будет. И в любой стране нормальной, нормальной, все, кто отвечает за эфроинтеграцию, давно бы ушли в отставку. И вице-премьер по интеграции, и министр иностранных дел. А еврооптимисты должны были написать, что мы теперь партия европессимистов. Они по-прежнему весело смеются, и все им до одного места.